Ну что ж, уважаемые телезрители, мы вернулись на экраны ваших телевизоров, галерея вкусов. Вот мы сегодня набрались сил, надеюсь, так же, как и вы. Я поздравляю всех с прошедшим праздником Роза Байрам. Надеюсь, что вы соскучились, успели соскучиться. И сегодня, так сказать, со свежими силами в торговом доме Киргу здесь мы начинаем, ну нельзя сказать, что новый сезон, но новую волну наших кулинарных поединков. И сегодня я с удовольствием рад представить вам специального гостя с Москвы, который впервые в нашей республике, забегая вперед, хочу сказать, Костарев Михаил. Очень приятно. Добрый день. Сегодня будет наблюдать за тем, что вы будете нам готовить. Об этом мы тоже уже совсем скоро поговорим. Ну и очаровательная Тахмина Умалатова. Я думаю, в нашей республике нет ни одного человека, который бы ее не знал. Здравствуй, Тахмина. Здравствуй. Как провела праздники? Прекрасно. Как и положено в Дагестане. Весело, нарядно, много еды, много подарков. Ну и замечательно. Давайте теперь узнаем, что же наши участники сегодня будут готовить. И давайте, пожалуй, начнем с нашего гостя. Михаил, расскажите, пожалуйста, чем нас будете сегодня удивлять. Да, я бы хотел предложить в средиземноморском стиле три варианта блюд. То есть салат, летний салат, так как сейчас очень жарко. И в принципе это будет легко восприниматься. Салат из печеной свеклы с козьим сыром и кедровыми орешками. Значит, на горячую закуску будут поданы тигровые креветки с томатным соусом. И на десерт клубничное гаспачо с шариком ванильного мороженого. Ну, я в процессе только пойму, что означали эти названия блюд. Вот, гаспачо и так далее. Вот я только понял, что у нас шариковое мороженое будет сегодня на десерт. Хорошо. Тахмина, давайте не будем нарушать правила. Давайте вы не спешите. С приготовлением у нас будет дан старт. Лучше расскажите нам, что вы сегодня нам приготовите. Ну, хорошо, с удовольствием. Учитывая то, что вы меня вчера поставили перед фактом ночью, мне, как и всем женщинам вообще всего мира, всегда хочется быть слабой. Но мне такой возможности не дают. Вот, даже тут выставили в конкурентной борьбе с мужчиной, еще и шеф-поваром, да, я так понимаю. Очень приятно. Еще и в процессе передачи узнаете, каким шеф-поваром. Да, да, да. Когда все станет ясно. Я начинаю себя прям ценить. Какая я, ммм, сила. Из основного блюда я решила запечь в духовке вот такие красивые перчики с фаршем. Красиво, вкусно, быстро. Тут же нужно, чтобы самое главное в полчаса мы уложились. Да. Салат называется «Гнездо глухаря». Попытаюсь его изобразить. Название, конечно, многообещающее у этого блюда. Главное, чтобы птенцы из гнезда не вываливались. Ну, а в качестве десерта я все-таки предпочла из всех фруктов грушу. По идее, она предполагалась быть пьяной, но сливового вина мы не нашли ни в одном гастрономе сегодня. Японское сливовое вино предполагается в качестве ингредиента. Пусть она у нас будет трезвая груша. Ну, очень вкусная. Лезвая груша в гнезде глухаря сегодня нас ждет, друзья. Ну что ж, я отчитываю до трех и, в принципе, можно начинать. Итак, я надеюсь, наши участники готовы. Раз, два, три. Поехали. Страиваемая техника «Зигмунд Эйнштайн». Проверенная временем качество. Надежные чугунные решетки. Эксклюзивный дизайн. Украсит любую кухню и прослужит долгие годы. «Зигмунд Эйнштайн». Техника со вкусом. «Зигмунд Эйнштайн». «Зигмунд Эйнштайн». » «Зигмунд Эйнштайн». Продолжение следует... 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 Я приду к тебе в самом нежном сне И скажу, что я навсегда твоя Свет моей души, там, где будешь ты Рядом буду я, чтоб любить тебя Раз, два, три Оре-опа, па-па-па, бей твои глаза Оре-опа, па-па, оно собес emerges с ума Оре-опа, па-па-па, на тебе я скажу Оре-опа, па-па, как же я тебя люблю А моя любовь лишь яблоков Дарит крылья мне мысли о тебе Все мои мечты без тебя пусты Ты один такой, мой, только мой Орел, пау, 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 пау Орел, пау, 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 пау Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова